Фуууу, эта игра полна чернухи! Эй ты! Хорошего дня тебе! И да, хала всем, с вами Foxneo, и сегодня мы поиграем в демо новой игры от создателей Friendbow. Я знаю, что у этой игры огромная фан-база, и эту игру очень сильно любят многие мои подписчики, многие просили её снять, но как-нибудь потом. Но сегодня мы заценим демку их новой игры, да, игрушка выходит в этом году, и когда она выйдет, я обязательно её запишу. Если что, ссылку на бесплатную демку вы найдёте в моей группе ВКонтакте. Ну а мы приступим к прохождению. Их, господи, вы посмотрите на это! Русский язык! Они завезли в демку русский язык! Ну вот спасибо! Но почему все разработчики не могут так делать? Ну это же, это, это так просто. Перевести игрушечку, а нам, нам будет легко на душе. Если честно, я Friendbow видел лишь частями, я никогда не проходил её от начала и до конца, но мне интересно, что там происходило. Потому что это игра в этой же вселенной. Итак, у нас тут лисёнок и смерть. Нас ждёт мрачняк. Лисёнок взял какую-то тележку, надел наушники и пошёл. Что-то реально какое-то мрачное начало. Этот лисёнок вроде как один из главных героев, насколько я понял. И тут какая-то могила и какие-то стрёмные маски торчат сверху. И там под могилой какой-то гномик! Что за гномик? Это шишка? Это шишка с лицом! Так, он активировал надгробие или, скорее всего, это какой-то монумент. Камень силы! И камень взорвался к чертям собачьим. Лисёнок в шоке! Или нет? По его глазам мало что можно понять. Он какой-то пофигистический такой, типа, а чё-то взорвалось, портал какой-то, пойду туда. Почему, собственно говоря, и нет? И да, раз тут есть лисёнок, значит, игра крутая. Ну, как бы, по названию моего канала это и так понятно, что везде где есть... Лисят, а это круто! И смотрите, какой-то рисуночек стрёмный. Биоэр, добро пожаловать в мою игру. Я буду твоим ведущим и скромным рассказчиком. Правила игры просты. Пройди её до конца и получишь приз. Окей, понял тебя, дед. Давай я пройду твою игру до конца, я хочу получить приз. И игра у нас медленно начинается. Вот она наша главная героиня. Теперь я буду выступать в роли рассказчика, и её зовут Неудача. Она замечательный ребёнок из не очень замечательной семьи. Угу. Немного блёсток для вас, немного блёсток для тебя и немного для меня. Я не могу её озвучивать так же мило, как какой у неё голос на самом деле. Печально то, что сегодня день, когда она умрёт. What? Она тоже такая, what? Знаешь, я тебя слышу. Оу, ты слышишь? Ага, скажи. Ты внутри моей головы или что-то вроде того? Эм, ну... Ну хорошо, да. Хорошо, я буду звать тебя Мистер Голос! Что ты там говорил про то, что я сегодня умру? Умрёшь? Нет, никто не говорил, что сегодня кто-то умрёт. Нет-нет-нет, что ты? Правда? Никто ничего не говорил? Знаешь, я приготовил для тебя игру. Игру? Правда? Для меня? Если ты сможешь дойти до конца игры, я дару тебе вечное счастье. Окей? По рукам? Вечное счастье? Пожалуй, я могла бы отдать его своей маме. Хорошо, по рукам. И... О май гад! Вот такую дичь я видел во Фрэнболу. Замечательно, потрясающе. Готова сыграть? Да! Твое первое задание-покинуть дом. Хорошо, я сделаю это. Я могу ходить! О господи, господи, старость нерадость, чё так тяжело ходить-то? Давайте посмотрим на картину лисёнка. Иногда я вижу этого лиса за окном. Я его зовут Бенджамин. Он очень милый лис. Фу, меня мало интересуют лисы. Чёртов голос не любит лис. Надо ему нападать под задницы. Так. Я люблю двигать своим телом. Окей. Тут у нас что? Это блёски. Окей, мы взяли блёски. Это хорошо. Теперь мы можем чем-то пользоваться. Мы можем бросать блёски. Везде. Опа! Блёсточки! Блёсточки! Чё у нас в шкафу? В шкаф тоже можно заглянуть. Однажды я видела здесь монстра. Я показала ему палец, и он больше никогда не возвращался. У неё что-то не так с пальцем? Или она ему средний палец показала? Так, тут у нас что? Это... Что происходит? Куда мы... Куда мы зашли? А, мы зашли в тайное убежище. О, впечатляет. Но зачем тебе тайное убежище? Мне не нравится, когда мама с папой сильно ругаются. Поэтому я прихожу сюда и мечтаю о дальних-предальних странствиях. Ясно. Это Барси, страж тайного места. Это вот этот медвежонок, если что. Видишь его глаз? Он получил это, сражаясь с монстром. Монстром? Звучит страшно. Так и было. Так, нажмём вниз. Это мой дневник, никому нельзя его читать. Хочешь посмотреть? Так, мне нравится играть со своими игрушечками. Посмотрите на картиночку. Это Барси. Нет, 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 это я уже нажимал. Привет, дневник. В школе я рисовала, а дома, пока я пряталась в своём тайном месте и разговаривала с Барси, я кое-что заметила. Я видела, как в мою комнату зашёл лис. Его зовут Бенджамин, кажется. О, господи! Баги, баги, баги! Посмотрите, у нас войсы смешались. Я такая милашка. Это всё ты нарисовала? Ага. У него действительно довольно милые рисуночки. Вот тут единорожек есть, и какое-то грустное существо, и мальчик. Тут немножко неудобно, когда я нажимаю вправо, я как бы или ставлю дневник и что-то делаю внутри игры. Давайте возьмём раскраску с собой, как X надо нажать. О, сложный выбор! Что же мне выбрать? Взять раскраску с собой или оставить Барси? Ну, медведю... Медведю не так нужно, наверное, или всё-таки оставим? Аааа, как тяжело! Я думаю, оставим медведю. Оставим медведю. Не, оставлю её здесь, это для Барси. Ну, ты понимаешь, медвежонка! Привет, дневник! Папа Снёва меня обманул. Мы не пойдём сегодня в парк. Я специально нарядилась, но ему всё равно. Мне грустно, я плакала, но сказала маме, что всё хорошо. Боюсь, если я скажу ей, что мне грустно... И вот там нафиг не видно ничего. Оставь раскраску Барси и дай мне почитать. Боюсь, если я скажу ей, что мне грустно, то она рассердится. Ну, там грустная картиночка, посмотрите. С блёсточками зато! Иногда я не знаю, что чувствовать. Никто не учит меня, как правильно чувствовать. Хотела бы я, чтобы в школе нам рассказали, откуда берутся чувства. Но только чтобы серьёзно, без сказок. Привет, дневник! Нормально ли испытывать чувства к лису? И посмотрите, там сердце блюёт от вида лисёнка. Она влюбилась в лисёнка? Что тут происходит? Это немного странно, знаете ли. Лис Бенджамин пришёл в гости, когда я играла снаружи. Мы взглянули друг на друга, и моё сердце почувствовало тепло. Меня начало тошнить, но в хорошем смысле. Он обижал, когда мама закричала, что ужин готов. Привет, дневник! Мой папа ударил маму. Это нормально? Я должна бить людей, которых люблю? Не думаю, что это правильно. Мне не нравится, когда папа бьёт маму. Может, папа не видит, что причиняет боли мне, когда бьёт маму? Я обещаю, что никогда не стану такой, как мой папа. Сегодня я играла и воображала, что полетела в Японию на самолёте. Там я увидела много интересных вещей. Я знаю про Японию, потому что мой друг японец. Он любит суши. Вот такие вот суши. Грустная история. Мой японский друг говорит по-японски. Это весьма проблематично, особенно когда он хочет пообщаться. Нам трудно понять друг друга, это сбивает с толку. Но он мне нравится. У него есть пара милых сапог и ковбойская шляпа. Его зовут Хиро, и он привидение. Я нарисовала ему картинку, но так и не отдала. У неё явно что-то с психикой. У неё воображаемый лес-друг и друг-привидение в виде пришельца. Посмотрите на это странное существо. Это Хиро, мой японский друг. Привет, Невник. Смотри, у меня есть блёстки из школы. Они супер-блестящие. Мы используем их для рождественских открыток. Рождественские открытки красивые, но я не думаю, что Санта существует. О нет, она не верит в Санту. Если человек может подарить что-то любому, почему он не даст еды и воды беднякам? Я видела передачу с людьми из других стран, которым нечего было есть. В любом случае, я не верю в Санту. А блёстки потрясающие! Начинаю думать, что всё вызывающее грусть или злость, можно посыпать блёстками и сделать красивым. От таких мыслей мне менее грустно. Какая-то очень остро-социальная игра. Привет, дневник. Я ходила собирать помидоры с моей бабушкой. Пахло очень приятно. И видела бабочек и других насекомых тоже. Я съела два помидора и объелась. Я нарисовала красивый рисунок, видишь? Да, очень мило. Я его ещё и раскрасила. Потрясающе. И опять. Привет, дневник. Я каталась на своём трёхколёсном велосипеде. Нормальный, нет денег. И смотрела прямо на солнце. После чего я начала плакать, потому что моим глазам стало больно. Мама сказала, что никому нельзя смотреть прямо на него. Привет, дневник. Сегодня было весело, потому что я была на озере. И видела птиц в небе и рыбу в воде. Я чувствовала попой тёплую воду. Я пописала в озеро. Стало очень тепло. О, господи. Фу, не надо писать в озеро. Тем более, что там рыбоньки. Вы посмотрите, какие милые рыбашки. Привет, дневник. Как ты? У меня тоже всё хорошо. Я должна сделать домашнее задание. Но я не могу перестать думать о Бенджамине. Вы посмотрите на этого Бенджамина. Я нашла фото, где я маленькая. Как быстро летит время. Торт выглядит вкусным. Ха, взгляни на это фото. Я была таким ребёнком. Очень мило. Теперь я такая леди. Я маленькая леди. Вот кто я. О, какие милые здесь диалоги. И идея для костюма на Хэллоуин. Леди-лисичка. Ну, для Бенджамина. Окей. И мы, кажется, закончили. В принципе, в комнате мы всё рассмотрели. Выходим. Прежде чем уйти, какую игрушку ты возьмёшь с собой? Могу я взять обе? Нет, выбери только одну. И помни, твой выбор гораздо более важен, чем ты думаешь. О, господи. Ладно, я выбираю... Единорог или камень. Что? Посмотрите на единорога. Ему и так весело. А вот камню грустно. Я возьму с собой камень. Я не хочу, чтобы камень грустил. Берём камень. Я выбираю камень, который однажды в меня бросил папа. Интересный выбор. Ага, я назвала его Стоуни. Потому что он Стоун. Камень, понял? Камень по имени Стоуни. Это очень умно. Спасибо. Фу. О, господи. Что я за ужас с собой взял? Какой-то мрачняк. Ой, чтобы ты знал, я люблю сыпать блёски на вещи, чтобы они стали потрясающими. Та-дам! Счастья вам! Счастья всему! И мы выходим. Эй, ты, по другую сторону экрана. О, это я! Помнишь, я сказал тебе, что она умрёт сегодня? Давай сохраним это между нами в секрете, хорошо? Окей, чувак. О, там лисёнок пришёл! О, это бабушка. Да? Это бабушка, она тоже носит подгузник. Что? Ты всё ещё носишь подгузник? Нет, это было сто лет назад. Мама любит собирать бокалы. Я разбила пару, когда бегала слишком быстро. Мама узнала, кто это сделал? Нет, но в моей ноге целых пять дней был кусок стекла. Фу, какой ужас. Подерживайте шифт, чтобы бежать. Куда? Нет, 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 ещё одна ваза! Хватай, хватай, хватай вазу! Чё ты стоишь? О, господи, ты разбила ещё одну вазу, поздравляю. Это был прекрасный пример причины и следствия. Пожалуйста, не выдавай меня. Не волнуйся, ты можешь мне доверять. Хорошо, спасибо. Да кто, кроме тебя, мог разбить вазу? Так, это родители. Мама сказала, что вышла замуж за папу, потому что она ждала меня. Она хотела сделать аборт, но это нелегально и противоречит закону. Фу! Это то же самое? Да, у неё ужасная жизнь. Хм, может я смогу её починить? Давайте попробуем, всё равно нам терять нечего. Я сделаю это! Я делаю это! Тут можно решать ребусы, ребусы. Так, это мы ставим сюда. Так, это надолго. Так, ну вот это точно сюда. Так, это мы кладём сюда. Замечательно. Очень крутые ребусы, люблю такие игры. На самом деле, я в детстве обожал такие игры, где нужно просто ходить, вот такие вот предметики различные собирать. Просто тащился, ставьте лайки, если тоже тащились, я до сих пор тащусь. У меня прям такая ностальгия, сейчас проснулась, я не играл в квесты. Очень давно, ещё с Масяней, наверное. Кто-нибудь ещё помнит Масяню, кроме меня? Нет. Так, и последнюю деталечку. Опа. Всё, супер, собрал вазочку и нужно цветочек внутри поставить. Всё, ну, в принципе, нормальную. Я не думаю, что мама заметит подвоха. Смотри, это я. Мама говорила, что я должна улыбаться, даже когда мне грустно. Оу. Друг моего папы был охотником, и он застрелил этого лося. Его дочь Эрика подумала, что пистолет был игрушкой. Она сказала пиф-паф своей маме и папе. А потом её родители умерли, и ей было так грустно. О, господи, чё за чернуха? Так идём в комнату рассматривать, что у нас там. Это ванная, что ли, или кухня? Ой, это кухня. Фу, и здесь пахнет сигаретами. Да, это моя мама. Ещё она очень любит пить сок. Ну что ж, ты готова выполнить своё первое задание? Готова, я намерена получить этот пресс. Окей, можно бросать блёски. Блёски, везде блёски. Чё в холодильнике? Фу, снова мёртвые кролики. Когда папа уже поймёт, что они мне нравятся живыми? Мама готовит мёртвых кроликов. Мама, какой ужасный запах, что это? Мёртвые животные, вот что это. О, ужас. Фу. Эта игра полна чернухи. Когда я вырасту, хочу стать как моя мама, такой же любительницей пить сок. Фу, её мама алкоголичка. Отец бьёт её камнями, это ужасно. Это сегодня. Ладно, выходим на улицу. Сказать маме, что ты уходишь? Она в меня чем-нибудь не кинет, ладно, давайте скажем. Я вышла поиграть, мам. Маме вообще пофигу на нас. Мама нас не то чтобы очень любит, я думаю. Добрый день утра! Сейчас полдень неудача. А, хорошо. Доброго полдня утра! Идём дальше. Чё у нас тут? Так, слева у нас дерево, а справа, справа... Помнишь Бенджамина, Лиса? Здесь я его впервые увидела. Он прятался в мусоре, когда мы встретились взглядом. Вау. Было очень напряжённо. Да, ты уже говорила мне об этом, Лисе. Лисам нельзя доверять, они все преступники. Что? Лис преступник? Глупости. Вот именно, глупости, не все лисы преступники. Так-то! Идём дальше, у нас тут крутой бассейн. Этот бассейн пахнет туалетом, потому что я пописала в него. Как отвратительно. Не больше, чем когда моего папу туда вырвало, вот это было отвратительно. Фу. Так, о, машинка, 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 рассмотрим машинку. Здесь часто спит папа. Что там внутри, давай рассмотрим. Папа? Нет, папы там сейчас нет. Мать выгоняет отца из дома, и он спит в машине. О, можно погладить кису. Привет, киса, сюда, иди, иди, киса. Кис-кис-кис. О, злой котик, очень злой котик. Киса, не уходи. Я так понимаю, нас сейчас собьёт машина, да? Проклятие, мне никогда не удаётся погладить милых животных. Итак, прежде чем мы продолжим, тебе стоит узнать правила игры неудача. Нет таких понятий, как хорошо или плохо, есть только последствия. Хорошо, хорошо, только последствия. Когда ты пройдёшь игру, приз вечное счастье твой. Окей? Я готова! Твоё следующее задание, пересечь эту дорогу. Хорошо, это я могу. Посмотри налево, посмотри направо. Есть машина? Нет. Ладно, я пошла. И... машина. Нет, чё происходит? Крепота, крепота какая-то, мать, мать моя. Чё за дичь? Я видела монстра. Какого монстра? Я ничего не видел. Он был там, я его видела. Может, это просто твоё воображение? Да, это правда, оно у меня очень богатое. Пойдём, мы хорошо повеселимся. Хорошо. О, меня не сбила машина, слава... Фу, мёртвый голубь. Точнее, мёртвый ворон, скорее. Смотри, птичка спит. Давай же, неудача. Пойдём. О, бедная птичка, она умерла. Почему тут так мрачно и ужасно? О, катсцена ещё одна. Чё за музыка стрёмная? Чё происходит? Почему птицы дохнут? Господи, какая крепота. Она посыпает трупы птиц блёсками? Мать моя, это самая странная игра, которую я видел за последнее время. А-а-а-а! Дичь происходит, потому что она мисс неудача. Точно! И дождь над ней идёт, и птицы дохнут, и кисы не дают себя погладить. Рядом с ней всё загорается. Вот в чём причина. О, господи. У неё есть блёски, она просто посыпает всё блёсками. Ей весело. Правда, музыка не очень подходящая, мне не очень нравится музыка. И спутники падают, потому что она неудачница, но она посыпает всё блёсками, а потом всё горит! И взрывается. Какой трэш. Но ей весело. Маленькая мисс Фортуна. Спасибо, что поиграли в демо маленькой мисс Фортуны. Надеюсь, вам понравилось. Ну что ж, ребятки, вот такая вот небольшая, но очень крутая демка. Игрушка меня и правда затянула, и я очень жду выхода полной версии. Если вы тоже, то обязательно поставьте лайк, а если вы хотите сами затестить эту демку, то идите в мою группу. Все ссылочки будут там. Также не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны по какой-то причине. Ну а с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok